Всем большой привет! Вы на канале Интересные Деи, с вами я, Ира, и сегодня у меня новое видео, Back to School. Сегодня я вам покажу всю свою канцелярию, а в конце видео мы с вами узнаем, стоит ли мне ее обновлять или этого будет достаточно. Вот вся моя канцелярия, ну почти вся. Приятного просмотра. Начнем с тетрадей. Первое, что я вам хочу показать, это тонкие тетради 18-24 листа. Первая тетрадь у нас в клетку, 24 листа. Тетради с фламинго, 18 листов в клеточку. Тетрадь с ананасами, 18 листов в клеточку, фирма Эрик Краус. И последняя тетрадь в клеточку с альпакой, 18 листов, то, что нужно для математики. Следующая тетрадь в линию, 24 листа, они из одной коллекции, фирма Брауберг. Следующие три тетради, тоже из одной коллекции, они в линию, только 18 листов. Вот еще три тетради, также в линию, 18 листов, только по штучкам. Эти две тетради, тоже в линию, только 24 листа. И последняя тетрадь в линию, 12 листов, но посмотрите, какая она милая. А это моя небольшая стопочка общих тетрадей. Ну, как небольшая? Сейчас все подробно покажу. Первые три тетради из одной коллекции в клетку, 48 листов. Это все тетради, 48 листов, в клетку. Как вы заметили, я не очень люблю предметные тетради. У меня их нет. Это единственная тетрадь, которую я купила. Тетрадь по биологии, 48 листов, в клетку. Фирма Брауберг, мне очень понравился ее принт. Это две тетради по 80 листов, в клетку. И это единственная самая толстая тетрадь в клетку, 96 листов. Ее я купила для черновика. Это были все мои тетради. Сейчас покажу остальную канцелярию. Начнем с ручек. Вот моя гора контейнеров с ручками. Здесь есть шариковые, гелевые, синие, цветные, капиллярные, черные. В общем, все, которые есть в этом мире. Сейчас покажу более подробно. Это ручки для домашнего пользования. В школу я их не беру, потому что они либо заканчиваются, либо плохо пишут. Поэтому я ими пользуюсь дома. Вот все мои цветные ручки. Это гелевые, это шариковые, а это тоже гелевые ручки, но блестящие. А это все мои черные ручки. Здесь есть обычные шариковые ручки. Также есть гелевые, гелевые обычные. А также есть очень миленьким дизайном. Например, авокадик, елочка, коктейльчик, котик, с линейкой есть, с бутылочкой, с орео. А это все капиллярные ручки и линеры. У меня есть вот такие три ручки от Стабила, а все остальные из разных наборов. Также есть вот такой браш-пен. С одной стороны у него кисточка. А с другой подобие фломастера. Идеально подойдет для конспектов. Ну и самое интересное. Синие ручки. Здесь ровно 100 штук. Сама в шоке. Вот все мои ручки. Это ручки шариковые автоматические. Это тоже шариковые, они очень красивые. Это из набора. Это просто шариковые ручки, но с красивыми принтами. Это все гелевые ручки. Это милые, а это стирающие. А теперь простые карандашики. У них, конечно, поменьше, чем ручек, но давайте я вам все подробно объясню. Это у меня механические карандашики. Это карандаши с изменными грифелями. А это простые карандаши, но они с очень классными принтами. Офигеть, сколько у меня линейок трэш. Итак, начнем с больших. У меня есть линейки по 30 см, также есть с калькулятором линейки. Именные. Есть линейки по 20 см, также есть по 15 см. Их у меня очень много. Есть транспортеры. Вот еще, кстати, с калькулятором. Есть еще треугольники. И еще по 15 см. Как думаете, обновим коллекцию? А это все мои текстовые делители. У меня есть тюбики от Стабила, неоновые цвета. Также есть текстовые делители Эрих Краус, Берлинга, Янландия, Брауберг. Вот это вот все текстовые делители из магазина Моди. Текстовые делители из Фикс Прайса, пастельные цвета. А также есть вот такие из двухсторонних. Вы когда-нибудь видели столько ластиков у одного человека? Так вот, я этот человек. И это мои ластики. Вот вся моя коллекция. Итак, это обычные ластики. Это ластики в виде чего-то. Этот ластик со сменными ластиками. А это надевашки на карандаш ластики. Два в одном. А это все мои стикеры-закладки. Это все бумажные. Это магнитные. Точилок у меня не так много, как всего остального. Эти точилки с контейнерами. Вот эти две точилки с ластиком. Эти без контейнеров. А это самые обыкновенные точилки из набора. Без какого-либо рисунка. Также в моей канцелярии присутствует клей. У меня есть фирмы Эрк Краус, Брауберг, Юнландия. И какой-то левый клей, которого я не знаю фирмы. Мои корректоры. Для школы мне их обязательно нужно подкупить. В основном я пользуюсь вот такими ленточными. Их мне будет совсем не хватать. Поэтому я подкуплю еще. А вот такими я пользуюсь дома. Вот такими из фикс прайса, из магазина Моди. И вот такой штрих кисточкой, тоже из фикс прайса. Ну и напоследок немножечко моих пеналов. Здесь есть пеналы с корги, с котиками авокадо, авокадо, с лисятами. Эстетичный пенал с фламинго, с цветочками, с девочкой, с макаронами. Также есть два таких блестящих пенала, в которых я храню цветные карандаши. Очень много. А также вот такой с пончиками. Ну это было все. Видео я вам показала всю свою канцелярию, которая у меня есть на данный момент. Как думаете, закупаться ли мне еще? Мне кажется, стоит. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой канал. А еще подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...